Встреча представителей молодежных организаций Беларуси и России состоялась в священном месте для каждого белоруса – в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Они возложили цветы к вечному огню и мысленно выразили благодарность павшим солдатам. Но вместе с тем у представителей молодежных организаций была и другая задача – провести открытый диалог и обсудить важные вопросы с молодыми людьми. У нас уже есть определенные направления сотрудничества, есть задумки тех мероприятий, которые мы планируем не то, что в конце этого года, а о том, что те мероприятия, которые будут в ближайшие совсем месяца – это очень важно для нашей молодежи, для союзного государства. У нас на самом деле большой спектр совместных мероприятий проходит на территории Российской Федерации Республики Беларусь, совместных и Витебска, и Могилевска, и Гомельска области. И мы сейчас в сентябре и октябре планируем череду крупнейших мероприятий союзного государства в области патриотического испытания для молодежи России и Беларуси. На открытом диалоге проходило не только знакомство, но и обсуждение планируемых проектов. Важно было узнать, что думают на этот счет молодые люди и какие идеи есть у них. Если брать какие-то точки соприкосновения, они бывают разные, потому что даже сейчас, проходя по Брестской крепости, рассказывая о том, что у нас существует пост памяти номер один, это бренд Брестской крепости, бренд города, это элита молодежи. И очень приятно, что там находятся наши активисты, союзы молодежи. Мы, может, поработаем в этом плане, как пообщаться с верстниками между собой, именно постовцы. Эти и многие другие предложения были вынесены на обсуждение и получили положительный отклик у ребят. Кроме того, у молодых людей была возможность задать интересующие их вопросы. Спрашивали о популярных направлениях деятельности Российского Союза молодежи, узнавали о проектах, которые они реализуют, а также о мероприятиях, которые можно назвать брендом. Открытый диалог получился интересным и информативным, а количество совместных реализуемых проектов благодаря ему возросло.